Всем привет, с вами Рудник и сегодня в обзоре у нас очередной представитель тематики выживания в зомби-апокалипсисе под названием The Last Stand Aftermath. Если вы уже слышали о серии The Last Stand, то вы правы, да, эта игра относится к ней. Проект разработан австралийской компанией Con Artist Games и стоит заметить, что это уже их не первый проект. Ранее эта компания представляла свету серию стратегии Warfare. The Last Stand Aftermath представляет собой ролевую игру с изометричным видом. Как такового выживания в ней, конечно, нету, единственное, что связывает игру с этим понятием, это ее тематика. Мы предстаем в роли одного из выживших, но ранее главный герой умудрился заразиться вирусом Z. Эта зараза постепенно его превращает в одного из зомби, но выясняется, что в одной из лабораторий компании Herc есть лекарство. Конечно же, наш бравый герой тут же рвется на поиски своего спасения. Отставив мелкий перевалочный пункт и всех выживших позади. Но, как традиционно сложилось, нашу машину чудесным образом забывают как следует заправить. Поэтому нам предстоит теперь спешить еще сильнее, искать попутно бензин и небольшие порции антидота, позволяющие замедлить мутацию нашего героя хотя бы на некоторое время. Само собой, все ценное нам предстоит забирать с боем. Все локации буквально напичканы зомби. Они обладают хорошим слухом и при первом выстреле начинают стягиваться с ближайших улиц к месту, откуда стреляли. По местности есть и куча оружия, что не может не радовать человека, попавшего в такую ситуацию. Но вернемся к обсуждению игрового процесса. Весь геймплей построен вокруг мысли, что смерть это не конец и это только начало. Да, если мы умрем, можем взять другого выжившего и повторить весь наш путь заново. Но на мой взгляд реиграбельности это нисколько не добавляет. Теперь же про сами локации. Как я заметил чуть ранее, зомби там навалом. Но и особого масштаба локации вы не встретите. Они все крайне скромного размера. Лазаем по всем закоулкам, подсвечиваем себе местонахождение важных элементов на карте за счет локатора и торопимся изо всех сил, чтобы не превратиться в зомбака. Шкала превращения в зомби разделена на отрезки. При заполнении каждого из них мы получаем особый навык. Некое усиление нашего героя. Получается с одной стороны мы усиливаемся им, а с другой стороны приближаемся к нашей кончине. Инвентарь игрока ограничен по весу, при превышении которого мы получим штраф выносливости. Что касаемо крафта, он тут есть. Не глубокий, а скорее просто чтобы был. Лично я не увидел в нем какой-то особой смысловой нагрузки и решающего контента. Могу конечно ошибаться и ближе к лейтгейму все может измениться, но я пока не увидел даже предпосылок этому. В ходе нашего путешествия игрок набирается различных знаний. И при нахождении радиоточки может на них выучить полезные навыки своему герою. Это может быть как усиление урона, так и увеличение здоровья, например. Камерой вращать мы не можем, лично мне из-за этого управление показалось не таким-то и удобным. Не всегда ракурс и видимость была на высоте. К слову про управление. Коль уж заговорил, оно здесь интуитивно понятное, достаточно простое, но главная проблема, которая явно и сильно испортила впечатление от игры, это кривой прицел. Порой реально бесили промахи на ровном месте. И с этим сталкиваешься из-за кривой проекции и при любом перепаде высоты. Теперь пару слов про картинку. Модели персонажа и зомби, в принципе, сделаны неплохо. Анимация тоже не вызывала каких-то негативных ощущений. Однако диалоговые вставки, а вернее модельки наших оппонентов в разговоре настолько сильно вызывали отвращение, что я не смог их развидеть еще и на следующий день. В меню же никакого перегруза, чего-то плохого я не увидел. Если оценивать на уровне инди-проекта. Оптимизация плохая, что подтверждают негативные отзывы игроков. К слову, системные требования сейчас у вас на экранах. Озвучка не напрягающая, хотя и держит весь игровой процесс игрока в небольшом давлении. Но и огрехов по звуку я не заметил, багов тоже. Сделано неплохо. Отечественным игрокам крайне важно, есть ли у игры локализация на русский язык. И в The Last Stand с этим все в порядке. Русский язык в игре присутствует. И пока я готовил материал, игра успела выйти в релиз двумя днями ранее. Стоимость проекта в стиме составила 465 рублей, без учета скидок, которые могут появиться позднее. Подводя итог, лично я бы не рекомендовал данный проект даже любителям этого жанра. Даже несмотря на скромный ценник и наличие локализации. Игра на мой взгляд получилась не такой реиграбельной, сильно коридорной во многих локациях. И в ней присутствуют некоторые сильно бесячие баги, которые могут подпортить вам настроение. Хотя, как и всегда, своего игрока игра точно найдет, потому как на вкус и цвет товарища нет. Но вы это и так знаете. А я на этом прощаюсь с вами, до новых встреч.